Всем привет, ребята! Меня зовут Яна, я второй год уже живу в Буэнос-Айресе, в Аргентине. И большую часть этого времени я прожила в районе Палермо. Но месяц назад мы с мужем переехали в район Кабашито. Сейчас я отправляюсь смотреть этот район, гулять по нему. Присоединяйтесь! Когда мы только переехали сюда, в Буэнос-Айрес, мы искали, где бы нам поселиться, смотрели на разных сайтах. В основном там рекомендовали районы Палермо, Бельграна, Рекалета. И там, я думаю, действительно живет много иностранцев, больше всего. Ну и для более обеспеченных людей это Буэрто-Мадеро и Норд-Дельта. А вот такие районы не самые популярные. Как-то они не мелькали тогда на сайтах. И мы даже его как-то не рассматривали. Но потом уже в процессе, когда мы стали гулять по городу, больше с ним знакомиться, нам этот район очень понравился, и мы решили сюда переехать. Хотелось бы начать показывать этот район с улицы Антонио Феррари. Это недавно отреставрированная улица с потрясающе вообще красивыми домами, белыми. Выглядит замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok У этого дома идеально белая стена. Я думаю, если бы он был в Палермо, он был бы весь исписан граффити. Здесь вообще нет забора у этого дома. А вот этот дом еще ждет своей очереди на реконструкцию, на ремонт. Здесь вот уже даже табличка есть, что здесь будет, какие работы проводиться. Но вроде там кто-то и живет, как будто бы. Просто потрясающая архитектура. Кстати, на каждом доме подписано, кто архитектор этого дома. Хотелось бы обратить внимание на то, какие здесь шикарные особняки. Какие низкие заборы. Относительно низкие. У кого-то вообще там по колено заборчики чисто символические. То есть место вполне себе безопасное, скорее всего. Возможно и потому, что здесь стоит будка охраны. Полицейская. Или просто охрана частная. То есть, в принципе, здесь спокойно. И, конечно же, многоквартирные дома здесь тоже присутствуют. Некоторые из них прям очень хороши. А в целом все выглядит примерно так же, как и в остальном городе. Шоссе большое, улицы, магазины. Жизнь кипит. Продают цветы. Торговля кипит. Различные цветочки. Я сейчас тоже себе присматриваю что-нибудь такое, чем можно обустроить свой новый вакончик. Небольшой торговый центр здесь. Мы сейчас зашли сюда сделать копию ключей. В основном все магазинчики закрыты, потому что сейчас уже суббота, вторая половина дня. А вот салоны красоты, особенно маникюрные. Под завязку забиты. Вот так вот. Женщины делают все для своей красоты. Это наша копия ключей. Недавно я нас захлопнула снаружи, а ключи остались внутри. Была очень неприятная ситуация. Поэтому решили завести дополнительные ключи. Также у нас есть замечательный рынок, Mercado del Progreso. Тоже исторический, но сегодня он закрыт, открывается попозже. Он работает в определенные часы, или что-то я не подрассчитала. Ну, потом когда-нибудь сниму в следующий раз, что там внутри. Может быть интересно. Книжные ряды с разными книжками интересными. Какие-то здесь вообще недорого продаются. Интересно позалипать. Вообще название района Кабашито переводится как лошадь. Кабайо или Кабашо, как на аргентинском акценте, это лошадь. То есть лошадь, лошадка. В классном старом здании здесь находится кофейня. Если это все еще оригинальное, что вполне возможно, то вообще потрясающе красиво. И здесь такое большое окно. Вышло солнце в столь пасмурный день. Прохладный относительно. А мы отправляемся в парк, потому что парков здесь тоже в этом районе несколько. Этот парк называется Парк Эривадария. На улице относительно не так много людей, но все люди в выходные обычно находятся в парках. Такое развлечение здесь. Приходят в парке, расстилают там небольшие пледики, сидят, устраивают пикники. Просто некоторые отдыхают, загорают, лежат. Здесь проходит ферия, такая ярмарка. И продается много всего интересного. Но у меня такое ощущение, что здесь какое-то мероприятие, потому что товары очень специфичные. Я думаю, это что-то про аниме здесь будет происходить. Да, вот покемончики какие-то. И все такое тематическое. Вот тоже покемончики. Мягкие игрушки. Все с покемонами. Здесь памятник. Такие ворота. Очень красивая скульптура. Памятник Симону Боливару. А тут футбол играют. У продавца такая очередь набралась, что мне стало интересно, что он там такое продает, что интересует местную молодежь. карточки какие-то. Давно думала, вот было бы здорово, если бы были качели для взрослых в парках. И вот здесь, похоже, есть одна качеля. А остальные, как-то они привязаны. Сейчас сюда женщина села. Цепь такая. Не знаю, как это работает. Но вот эта большая качеля, она точно для взрослых. Такое частое здесь соседство. Небольшой дом. И пристроен прям стеной к большому многоквартирному дому. В Пашитове есть одна знаменитая достопримечательность, про которую точно все слышали. Это старый трамвай. Раньше здесь ходили трамваи в Унос-Айресе, но теперь их нет. И есть один трамвай, на котором можно прокатиться. Есть старое трамвайное депо, в котором как раз поддерживают эти оставшиеся трамвайчики. Ездит этот трамвай по субботам в 5 часов вечера. И также, по-моему, по воскресеньям тоже какое-то время он ездит. Вот это вот очередь, в которую нам предстоит отстоять. Сколько здесь человек? 100, наверное. Еще стоим в очереди. Там уже отделилась первая группа, которые первые пойдут на трамвай. Остальные ждут. Тоже еще очередь добавилось, что спереди, что сзади. Очень много людей. Но уже 15 минут, как должен был уехать первый трамвай, но он все еще стоит. И причем на фотографиях был прям ретро-трамвай. А то, что я сейчас вижу, это похоже на обычный, для меня обычный трамвай. Так как трамвай оказался не тот, который мы ждали, который мы хотели увидеть, а обычный. Я в детстве, например, на таких трамваях ездила на очень похожих. Поэтому для меня это, наверное, не самое интересное занятие. Еще с учетом того, что я не знаю, сколько ждать. Это первая группа так и стоит. Там еще никто не погрузился с трамвай. Я его сейчас поснимаю. Вот он, собственно, стоит. Ой, что там? Волшебник какой-то ходит. Что это? А, там, видимо, будет шоу какое-то. В общем, это туристическая история. Там рассказывал и гид что-то. Вообще, на моем опыте, у нас как-то ни разу не было, чтобы туристическое мероприятие прошло гладко, бесшовно. Все время что-то происходит, какие-то недоразумения, разочарования и так далее. Там трамвай должен был быть ретро, по идее, который ходит. Но, возможно, из-за того, что он старый, он не может так много ходить уже. Может, уже там тоже на ремонте или что с ним. В любом случае, это интересно. Я думаю, интересно для детей, для тех, у кого трамвая, может, не было в городе. Потому что там вайда, это прикольно. Какая интересная плитка у этого здания. Мне кажется, это в испанском стиле. Собственно, вот так примерно выглядит район Кабашита. Таким, каким я его вижу. Здесь не так много людей, хотя дома высокие. Естественно, здесь людей много очень живет. Пальму кто-то рубил. Но в то же время достаточно просторно на тротуарах. Там не надо ни с кем толкаться, кого там гонять. То есть удобно идешь, себе спокойно. Много домов. Высоких, в том числе, кирпичных. И много высоких деревьев. То есть здесь не жарко, просторно. Очень классно. Уже где-то полчаса прошло, как трамвай должен был уехать по расписанию. Но так он там и стоит. Мы прошли по маршруту немного. Его так и не было. Поэтому я не жалею, в принципе, что мы ушли. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. Это очень важно для меня. Пиша и мотивация. Спасибо большое. Пока-пока.